Великие идеи сохраняются малыми предосторожностями, говорил мыслитель Жан-Жак Руссо. Сегодня в рубрике «Своя доля» узнаем несколько простых правил, которые следует соблюдать, чтобы чувствовать себя максимально безопасно, участвуя в долевом строительстве. Самое главное – правильно выбрать застройщика. Как с первого взгляда определить, стоит ли доверять компании? В первую очередь, даже есть такая пословица, что встречают по одежке, а провожают по уму. Так и здесь клиенту, который первый раз пришел в какое-либо предприятие, обязательно следует обратить внимание, что он вообще из себя представляет, где она находится, то есть подвал ли это какой-то, какой штат сотрудников. То есть если в компании 2-3 человека, то уже ставится под сомнение, что это вообще за организация и чем они занимаются. Обязательно в любом предприятии должен быть штатный юрист, либо адвокат. Обязательно нужно лично проверять все документы. Список документов – это разрешение на строительство, либо возможность получения разрешения на строительство. Собственность на землю – земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства. Это не садоводство должно быть. Третье – параметры предоставительного кодекса. Площадь застройки, пятно – либо 20, либо 40%, в зависимости от дома, как он является, одноподъездный, либо сблокированный дом. Важно своими глазами увидеть результат работы застройщика. Что касается строительных организаций, необходимо обращать внимание и на репутацию предприятия. Есть ли у них сданные дома. Я думаю, что ничего страшного не будет, если клиенты попросят показать эти объекты, чтобы воочию убедиться, что действительно люди, которые не так давно заключили договора с этой фирмой, получили то, что им обещали. Не лишнее будет пообщаться с жильцами. Важно, чтобы клиент имел точное представление, что он покупает и у кого он покупает, и в каких условиях он будет жить после приобретения данной продукции. Форма договора – еще одна очень важная деталь. Наиболее адекватный договор – это договор о создании общей долевой собственности, то есть в котором люди сбросились и возводят на своей земле, которая принадлежит им собственности, какое-либо строение. Соблюдая эти нехитрые предосторожности, можно свести риски при участии в долевом строительстве к минимуму и не тратить зря свои ценные нервные клетки в ожидании квадратных метров. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин